Ну, Вовка пидорас, что я могу сказать? Уж медик и учителя самые низкие деньги. Важно, чтобы хотя бы оставались какие-то копейки. А зарплаты, конечно, очень низкие для таких цен. Что нам делать, не знаю. Скажите, пожалуйста, заметили рост цен в последнее время? Естественно, заметили. Как не заметишь? Если каждый день растут. А на какие-то конкретные продукты заметили? Да нет, я конкретизирую бесполезно. Почти на все товары цены повесили. А как думаете... Чего ожидать дальше. А как думаете, из-за чего происходит вот эта ситуация с ценами? Почему? Естественно, из-за чего. К сожалению, из-за слова, да. Еще как. На какие-то, может, конкретные продукты заметили? Ну, на богатые мы не смотрим. И на эти хорошо повышен. Так, может, знаете, почему так происходят в стране какие-то мысли? Это передают мне радио на кухне. Это повышает сами продавцы. Да. А как думаете, почему продавцам? Хотя бы, как вот в прайсе. Вот, пикник была. Длинная, нормально. Там, в общем-то, орехи, там орешки. Ну, они были по 33. Прихожу, уже вот такая маленькая. Она уже 35. А была вот такая. А хорошая, конечно, стоит дорого. Нам не купить. У меня пенсия 15 тысяч. Так что, медик. Потому что медик и учителя самые низкие пенсии. У нас сыр, колбасу. А, в принципе, как-то сказывается на вас вот какой-то скачок этого всего? Сказывается. Как думаете, почему происходит такой вот рост в стране? Ну, ответ очевиден. Но мы его не будем озвучивать. Бензин. Опять полез. Да. На 70 копеек вырос. 92. В принципе, рост цен в последнее время сказывается на жизни у вас? Ну, ни на что не хватает. Нет, не сказывается. Ну, не сказывается, но заметно, что потихоньку. Особенно импортные товары. Из-за ситуации. Из-за ситуации. Ну, это, собственно, был следующий вопрос. Что вот, из-за чего это все? Ну, скорее всего, из-за ситуации. И инфляция никогда, ну, никто не отменял. Все всегда растет. Коммунальные услуги. Это актуальная тема, потому что у меня мама работает в СЖ. И как бы там сейчас сразу видно, то есть я не особо квитанции касаюсь, но жильцы постоянно звонят и говорят, что все подорожало. Высокие. Для нас пенсионеров. Так что, что нам делать, не знаю. И что будет дальше. Может, на какие-то конкретные продукты поднялись цены, заметили? Вы знаете, мне дети в основном покупают, приносят. А я так, когда что-то хочу. А так, не знаю, не могу сказать. Но вижу, что цены бешеные. У моей дочки пенсия 13 тысяч, а у нее сын еще 15 лет. И вот ей иногда приходится работать, чтобы содержать сына, которому будет он 2 метра ростом. 15 лет? Да, и она обращалась, куда только не обращалась, никакой помощи. А как думаете, вот из-за чего цены растут в последнее время? Вот это, я при советской власти жила, я блокадница. Так что, в наше время все было хорошо. А это время беспокойное. На все замечал. Да, да, да. Все, что мог увидеть, все подорожал в последнее время в разы. Если это продукты, то приходится искать какие-то аналоги. Если это одежда, то тоже приходится искать что-то более другое, бюджетное. Потому что мне, как студенту, в принципе, это важно, чтобы хотя бы оставались какие-то копейки, чтобы хотя бы можно было доехать до учебы. Понятно. А как думаете, с чем связан рост цен? Если бы я понимал что-нибудь в экономике, то я бы, конечно, мог бы зачитать лекцию. Но в данном случае, я думаю, что в связи с последними событиями, которые все-таки происходят в стране, все-таки вот это импортозамещение, оно не так работает, как все и мечтали. Но все же, я думаю, что с этим связано то, что российский рынок в целом еще пока не готов как-то так резко раздвигать все вот эти двери и делать замену всем тем продуктам, которые нам нужны. Конечно, у нас пенсия одна, повышается раз в год, а в течение года цены поднимаются неоднократно. Как думаете, с чем связан рост цен в последнее время? Ну, наверное, они все время, они даже не знают, с чем это связано. В последнее время, конечно, с военными действиями. А так было. Каждый год повышались цены. Как январь повышается, в августе повышается. Каждый год. Овощи, фрукты, молочные продукты. Все очень дорого. Хлеб очень дорогой. Не подступиться. А зарплаты, конечно, очень низкие для таких цен. А как вообще сильно заметно какой-то рост, скачок там цен? Ну, конечно, ощутимо. То есть буквально вот, может быть, лет, не знаю, пять назад все было доступно. А сейчас, ну, приходится как-то выкручиваться всеми путями. А как думаете, с чем это может быть связано? Может быть, конкуренция на рынке. Даже не знаю, с чем это может быть связано. Потому что веской такой причины я не вижу. Ну, возможно, из-за того, что повышают мрот постоянно. Из-за этого повысили мрот, повышают цены. Так, на молочку. Это прямо вообще, потому что я люблю молочку. На молочку, на хлеб, на чипсы. На чипсы. Ну, на все, короче, вредное, все, что мы любим, все, что любит молодежь. И, в принципе, все. А как сильно вообще заметно? Ну, заметно. Ну, я сравниваю просто... Я жила еще просто 4 года в Беларуси. Я, конечно же, сравниваю с другими странами. Вот. И по сравнению с той же Беларусью намного, да, дороже. Вот. И в прошлом году, мне кажется, было дешевле. А как думаете, с чем вот может быть связан такой скачок? Ситуация в стране, конечно, наверное, да. То, что границы уже не так открыты, как раньше. И провозить сложнее, санкции, все дела. Ну, на энергетике в последнее время повысились цены. Вот. Достаточно повысились цены на макароны. Раза в полтора, в два, три даже. Даже до такого. То есть, максимум, сколько я видел, 120 рублей за пачку. Это уже перебор немножко. На мясо все подорожало, и овощи, само собой. Вот. Как-то так. А как вообще сильно ощущается вот это вот? Ну, немножко повышают зарплаты, но не сильно помогают на самом деле. Так что, как-то так. То есть, ощущается, конечно, но, опять же, студентам много не надо. Килограмм гречки, килограмм сосисок, и все. И можно месяц жить. А с чем-нибудь связываете вот это вот подорожание? Ну, я не буду ничего на это говорить, потому что все мы понимаем ситуацию в стране. На продуктовую корзину поднялись цены, однозначно. На медицинские услуги. На услуги перевозок пассажирских. Ну, то есть, проезд подорожал. И можно сказать, на все. На все. А как вообще сильно это заметно для вас? Ну, как сказать. В начале года было как-то не так ощутимо. А вот еще, да, по поводу оплаты ЖКУ, квартплата, да, все это подорожало. Теперь, конечно, чувствуется подъем уже в марте месяца. А с чем связываете вот этот подъем? Какие причины? Ну, как, с внешнеполитической ситуацией. Мы, наверное, на все поднялись. На все? А как вообще ощущается какой-то скачок цен, прирост? Конечно, ощущается. По-другому-то нет. А как думаете, с чем это связано? Ну, вовка пидорас, что я могу сказать. И, как говорится, что...